Да, товарищи, как вы понимаете, уверенности в себе мне не занимать И, ну, дело даже не столько в том, что я вот настолько сам себя обожаю, что считаю, что могу всех вас одарить своими невероятными познаниями о том, как быть интересным Но, по-моему, объективно можно понять, что у меня есть в этом определенный опыт И если что-то мне в жизни и удавалось, так это притягивать к себе людей и после этого мотивировать их работать со мной вместе за идею и очень скромные деньги Ну и, конечно, не только работать, еще и дружить, общаться, встречаться и все остальное В общем, мне кажется, что мне есть чем с вами поделиться на этот счет Так что, если вы задавались вопросом, как быть интересным человеком или как вот стать поинтереснее, то этот ролик для вас Тут будут мои крайне субъективные и очень развернутые рассуждения Здрасте, вы на канале Сейна Первое и главное, что, по-моему, притягивает людей, это интерес других людей к жизни Вот то же, что я часто читаю в комментах и что, в принципе, про себя слышу, что людям нравится Это вот горящие глаза и интерес к чему-то И, честно говоря, вот если идти от обратного, что мне в людях нравится, мне тоже нравятся увлеченные люди Очень клево, когда человек действительно, ну вот, не просто имеет какую-то цель А не утратил вот ту самую еще детскую тягу к открытию нового и нового в мире И во многом вот в этом ролике будут звучать довольно клишированные фразы Но тоже попытайтесь отстраниться от того, что вы много раз это слышали И все-таки вдуматься в то, что это на самом деле значит И я сегодня буду местами, может, довольно жестко высказываться Но, по-моему, настолько люди тянутся к тем, кто вот чем-то заинтересован Потому что у огромного количества людей интересов нет А еще у огромной другой массы людей интересы получились, ну, как-то сами собой Ну, все во дворе футбол любили, я футбол люблю Ну, там что-то пацаны увлеклись чем-то там Ну, и я вместе с ними чем-то там увлечен так просто за компанию И очень много кто, мне кажется, вот когда видит в ком-то настоящий интерес в чем-то новом для них То вот это вот открытие нового опыта какого-то на самом деле всех притягивает Потому что вот во всех нас заложена та самая детская страсть к постижению нового И постижению мира вообще И несмотря на то, что я вообще не сторонник никаких теорий заговора И пытаюсь избавляться от подросткового максимализма в своих суждениях Мне кажется, что среда, в которой вы находитесь Вполне вероятно, жестко душит вас в этом отношении Потому что, во-первых, ну, я вот вырос, да Много школ в Москве сменил, в химках учился и т.д Очень много где распространены вот эти вот фразы типа Не умничай, инициатива наказуема И все в этом духе, которое, в принципе, имеет в себе смысл Шагай в ногу с партией, не выделяйся В ту же топку разделения на мужские интересы и женские интересы В ту же топку, куда ты там лезешь в это искусство, писательство, что угодно Ты как на этом деньги заработаешь И вот тоже это избыточная рационализация, по мнению бумеров Ровно так же вы наверняка слышали про пример ведра с раками Когда, вот, казалось бы, один вот может выползти, но остальные его обратно затягивают Ровно так же работает с тем, когда вот что-то новое Кто-то пытается привнести или увлечься Тоже нормальная ситуация над новым интересом кого-то стебаться и издеваться И вот более того, если вы думаете, что я стал блогером, потому что я с самого начала делал что-то охеренное Нет, с самого начала я делал супер отстойные вещи и надо мной, естественно, ржало Куча моих друзей не относились к этому серьезно и т.д. И сейчас люди, наоборот, к этому на респекте, потому что я уже показываю результаты Но в момент, когда я результаты не показывал, то приходилось терпеть энное количество вот стеба и такого отношения Блогер Но это, вот, во-первых, умение класть на это хуй, это очень серьезное и полезное умение А во-вторых, когда вы вот любых успехов добьетесь И люди смирятся с тем, что вы вот чем-то занимаетесь, чем-то увлекаетесь Они, наоборот, на это посмотрят Такой нифига, что он сделал, а что это такое интересное у нас тут И как раз из-за того, что все остальные боятся этого общественного осуждения Что все остальные боятся начинать этот вот путь прохождения И через собственные неуспехи, и через собственное непонимание И через чужой вот этот вот косой взгляд Именно поэтому берется вот эта вот куча ничем не заинтересованных людей И самое страшное в этом всем, когда вам нечего делать Я ни в коем случае не говорю про работать 26 часов в сутки А именно нечего делать Потому что тоже в моем представлении, что тем, кому в подростковом возрасте было часто нечего делать Потом в студенчестве, ну в вуз походил, ну потом чилю, туплю и все такое Их потом заваливают самой тупой и неинтересной работой Просто вот по самые гланды Сколько может влезть, столько в них и впихивают Потому что тоже, ну у них же своих занятий не было И только опять же, если вы все вот это вот свое драгоценное время на планете Знаете, куда потратить То есть тоже отдых в это входит Но вы должны просто знать от чего и когда вы отдыхаете, да А суть в том, что если вы свое время не потратите Поверьте, найдется очень много людей Которые готовы занять абсолютно все ваше время Абсолютной херотой И только если вы знаете, зачем вам это время на самом деле надо Только тогда вы сможете вообще с достаточным уважением к себе относиться И не позволять это время занять херней И тоже во многом то, насколько у вашей работы будет КПД хороший, да То есть условно, вот сколько своего времени на какие деньги вы будете обменивать Мне кажется, во многом от этого зависит И тут важная ремарочка Несмотря на то, что я весь такой творческий блогер Я ни в коем случае не хочу здесь осудить Или вот я не могу поверить в том, что кому-то нормально Там работать на самой скучной и зато стабильной офисной работе А после этого там вот все остальное свое свободное время Заниматься просто какими-то классными делами Я вот занимаюсь творческой работой И времени на жизнь у меня часто нет вообще Из-за того, что я вот такой охеренно творческий путь выбрал В это мне поверить не сложно на самом деле Но мне сложно поверить, что кто-то и на скучной работе работает И потом исключительно дома сидит, жопу чешет Иными словами, если вы извлекаете лучшие из корпоративной сферы и системы И от этого спокойнее и гармоничнее живете, это супер Но если ваша скучная корпоративная работа стала центром вашей жизни То неудивительно, что вы неинтересны Но не менее важно, что вы, даже обладая всей этой кипой знаний и интересностей у себя в голове Были готовы поделиться этой штукой с другими людьми Здесь вот такой довольно практичный совет из моего личного мира ощущения Мне кажется, при общении с новыми людьми Особенно если они заранее меня не знают Базовые ощущения, это как будто они к твоим разговорам относятся со скепсисом Но в действительности нет другого способа через это перешагнуть Кроме как максимально проявиться То есть вот это вот тоже очень деструктивная, по-моему, фраза Молчи за умного сойдешь, не сойдешь По крайней мере в долгосрочной перспективе это ни к чему не приведет То есть если действительно окажется, что это не ваш человек Он там считает вас душным или что угодно такое То лучше узнать это как можно раньше Поэтому да, это сложный в том, чтобы практически это воспроизводить совет Но проявляйтесь по максимуму Не бойтесь этого То есть да, нужно иметь какое-то чувство такта Но все равно чем раньше вы поймете что-то про межличностные отношения с другим человеком Тем лучше, поэтому не бойтесь Маленькое напоминание для тех ебучих 50% Которые смотрят канал без подписки Вы меня душите Просто нажмите на эту кнопку Ну что сложного Просто подпишитесь Ради всего святого И в этой связи невозможно не упомянуть про развитие речи Если вы считаете, что вы и так как диаген рассуждаете И у вас все классно То можете перемотать Тут собственно тайм-коды для вас доступны Но мне кажется это очень насущный момент Во-первых, потому что в принципе Всем подросткам свойственно разговаривать Это вот как-то вот так вот, блядь И вот мало-мало внятно И эту пизи в общем еще Ну все такое, понимаете И вот даже сейчас Заводя новые знакомства в Америке А я там в том числе хожу на разговорную группу Где каждый раз общаюсь с кучей абсолютно новых для меня людей Меня начали ставить там лидом То есть ведущим вот этого небольшого кружка Человека, который дирижирует разговор Опять же не потому, что я суперски знаю английский А потому что я и на русском Уверенно говорю, формулирую мысли И веду разговор И это на поверку оказывается важнее И тоже в этом плане часто видно Как люди, которые хорошо знают язык Боятся говорить И не формулируют свои мысли Несмотря на словарный запас Потому что они именно не знают Че сказать по сути И если вы знаете о своих несовершенствах речи То есть абсолютно вот доступные вам Каждый день способы это исправлять Во-первых, ну с дикцией Тут, наверное, лучше вам гуглить Как такой самый простой совет Можете брать любимые рэп-треки И читать их с активной артикуляцией То есть прям проговаривать все так Чтобы у вас рот хорошо работал Я, кстати, именно таким образом Разминаюсь перед роликами Вот мои эти тейки длиной в минуту И периодически я шорт-видосы записываю У меня там вообще ни одной исклейки нет И я цельным куском говорю Это берется именно от того Что я заранее размял рот Я буквально перед каждой съемкой Хожу как ебнутый Мимо ресталищ капич Мимо храмов и баров Мимо роскошных кладбищ Мимо больших базаров Это был не рэп-обродский Но вот любые рифмованные тексты Потому что, по-моему, рифмованный текст Легче запомнить Из вашей головы вот так проговариваете И дикция развивается Ну и ровно так же нельзя не упомянуть Что во многом качество вашей речи Зависит от того Какую речь вы на ежедневной основе воспринимаете И если... Ну тоже Я там не хочу обижать целые касты людей Но, например, многие стримеры Которые сейчас популярны Несмотря на то, что они, по сути, Выполняют роль Как бы осовремененных радиоведущих Они по уровню профессиональности говорения Совершенно не соответствуют этому статусу И именно тупят И не могут реагировать Разговаривают через ёбты бля И не в смысле... Ну, как вы знаете, я не имею ничего против мата Абсолютно И принципиально его оставляю в своих роликах Но если он служит всё-таки не украшением речи А заменой нормальных слов И междометиями постоянными Пока вы формулируете мысль И тоже не можете подобрать синонимов Ну вот мысль очевидная, но это днище И если вы регулярно смотрите спикеров Которые сами очень скупо формулируют свои мысли И тоже изъясняются очень примитивно То неизбежно вы будете эту манеру копировать И в своём старом-старом видосе Херово снятом про развитие речи Можете его посмотреть Он всё ещё актуален Я упоминал разных спикеров Которых могу посоветовать Но здесь могу упростить совет До того, что смотрите лекции Кроме лекций, которые сами по себе обязывают К разнообразному сложному языку Есть ещё подкасты и всякое такое Но здесь опять же Смотрите тех, кто работает со словом Помимо всяких там профессоров и учёных Есть ещё просто журналисты И как правило подкаст двух журналистов Это будет наглядный пример Такой практический урок По хорошему качеству речи Всё, закончили с унылым разминанием рта Погружаемся в смыслы И главное здесь, по-моему, не брать самое доступное Что я имею в виду? Приведу пример с масс-маркетом Вот H&M Это, ну, не для россиян Но самый доступный магазин во всех смыслах То есть, да, можно там на рынок пойти Найти дешевле Но вы не будете соответствовать каким-то современным трендам И выглядеть вот в каком-то одном ключе со всеми А так, если вы хотите более-менее актуально одеться То там будет и дешевле, чем в каких-то более крутых магазинах И есть оно на каждом шагу И каждый раз в каждый новый сезон H&M специально для вас пиздит чужие актуальные дизайны и фасоны Чтобы вы могли одеться, ну, типа как в Пинтересте, но подешевле Но именно одеваясь там Вы становитесь самым нормисным нормисом из всех, что только есть То есть, в любом случае Да, конечно, я уверен, что Если какого-нибудь модного стилиста запустить в H&M То он все равно сможет одеться оригинально Но история как раз про то, что Для большинства людей Это как раз служит усредняющим выбором А вот люди, которые чуть больше разбираются Они вряд ли закупаются в масс-маркетах Они покупают что-то у более локальных брендов Потому что, опять же, они посмотрели их много разных И вкус берется не только от того, что Ну, вроде как-то все вокруг одеваются Я там пару картинок увидел У них за счет насмотренности Есть какое-то собственное представление о стиле И, соответственно, их вещи, во-первых, не выходят из моды Спустя пять минут Во-вторых, в любой компании, в любой толпе Они всегда выглядят оригинально и хорошо Потому что это берется не от того, что они закупились недавно А берется от того, что они, в принципе, чувствуют, как одеться И ровно так же с информацией в широком смысле Вот что я вам могу сказать как аксиому Любое однозначное и вот мнение в одну строчку Черно-белое о любом вопросе в жизни Это полная херня Вот упрощение Это то, что делает вас неинтересными Потому что почему? Потому что все всегда неоднозначно Это не значит, что вам нельзя иметь четкого мнения По какому-то вопросу Да, и типа Действительно, можно оправдать Гитлера? Да, можно, конечно Тут вопрос о том, нужно ли Но вот история в том, что Если вы у себя мысленно не можете оправдать Гитлера То вы ничего не знаете Я имею в виду, что, по-моему, хороший признак того Понимаете ли вы что-то в теме Это можете ли вы у себя в голове устроить дебаты по этому вопросу То есть и с той, и с другой стороны привести какие-то аргументы И опять же Позиция вот такая супероднозначная Которая появилась вследствие вот таких дебатов в голове Она действительно ценная А если эта позиция, ну, просто потому что Вот она, по-моему, никакой ценности не имеет И тоже, по-моему, интересный собеседник Это всегда человек, который по-настоящему Может рассудить о чем-то То есть вот Ну, тоже не хочется Говорить каким-то языком Вот этим вот, типа Встать над схваткой Не иметь чувств к какому-то вопросу Но именно комплексный взгляд рождает интересное мнение И, друзья мои, мир не познаваем Именно потому что Мало того, что каждый раз оно неоднозначно Любой вопрос Сторон этих неоднозначностей Как правило, гораздо больше, чем две То есть там вот условно В каждом политическом событии Есть фактор экономики, истории, политики, общественного контекста И энной случайности, которая просто происходит Еще есть фактор изменения климата Есть фактор тараканов в голове конкретных людей, которые это реализуют И вот кроме как в политических аспектах В любых других это ровно так же То есть какие-то поступки людей и события Можно оценивать с десятков разных точек зрения И мне кажется, как раз это и есть крутой и интересный диалог Когда вы, обсуждая что угодно вообще Можете предоставить человеку какой-то новый взгляд И, ну, я вот сейчас говорю так, как будто я со своими друзьями Каждый раз вот исключительно что-то очень серьезное обсуждаю Но мне кажется, даже если вы рецепт блинчиков обсуждаете Все равно именно широта ваших знаний И вообще о кондитерстве, да, и о кулинарии Оно определяет то, насколько интересный в итоге это будет разговор И, собственно, в этом и есть полезность кругозора Что в разговоре о блинчиках вы можете вспомнить Ярила И ровно так же, вот я говорил про хитросплетение этих разных сфер жизни Реально все невозможно узнать Но чем больше вы узнаете про разные сферы Тем больше оно начинает собираться для вас в цепочке Тем больше вы видите параллелей между одним-вторым И тем больше различного влияния на одни и те же события Вы видите, и тем больше оптик вы можете примерить Для того, чтобы взглянуть на один и тот же вопрос И так же гораздо лучше распознаете наеб и популизм Что, по-моему, очень актуально в наше время Все-таки спущусь немного с небес на землю И скажу что-то про взаимоотношения Давайте людям проявляться Все-таки, каким бы вы умным, начитанным, клевым и пиздатым не были Если вы не испытываете интереса к людям То мне кажется, это вполне тождественно Что вы не испытываете интереса к жизни И вот именно, если вы хотите быть интересным только для себя Это немного другой вопрос Все-таки, мне кажется, что в первую очередь Вам должно быть интересно самим собой, безусловно Но если вы хотите из своей пещеры иногда выбираться То нужно все-таки давать другим людям чувствовать себя все-таки равными с вами Например, если вы супер несогласны с человеком То вы можете вместо прямого противодействия просто задавать вопросы И формулировать их все более и более каверзным образом Но опять же, не унижая тем самым человека И ровно так же, если вы просто вот там в какой-то ситуации понимаете Что по ряду тем он вам не равный собеседник То говорите скорее на другие темы Тоже умейте вести смолтоки, говорить ни о чем И просто, ну знаете, просто кидаться всякими забавностями и интересностями Потому что мне кажется, что люди, которые могут сойтись с почти любыми людьми Имеют в разы больше приятных вечеров за их жизнь Чем те, которые могут сойтись исключительно со своими единомышленниками И дальше мне кажется довольно неприятный, но при этом предельно понятный пункт Это круг общения Все-таки, товарищи, он на нас влияет безумно И мало того, что это формирует вас просто в целом Потому что вы неизбежно подстраиваетесь под свой круг общения Ко всему прочему, это формирует и ваше представление о мире вообще И я очень благодарен судьбе, что я за свою не слишком долгую жизнь Встретил очень много разных людей из разных сфер И вот со всем этим трэшем и пиздецом, который в мире творится Безумно интересно наблюдать, как у кого складывается судьба Сейчас реально все раскиданы по миру И происходят настолько суперинтересные вещи с ними разные Что вообще смотрю, как какое-то экшн-кино При этом я понимаю, что если бы мой круг общения ограничивался чуваками, с которыми я познакомился в Химках То у меня было бы вообще представление, что особо ничего и не меняется То есть я периодически комменты из России вижу, что А что вообще все кипишут? Ничего же не изменилось И я понимаю, что возможно это люди вот просто закрытые в своем бабле В котором действительно ничего не меняется Хотя в это время весь мир просто вот так вот херачит Только не по кругу, а в разные стороны И я в этом пункте не хочу дать совет в духе Прервите контакты с людьми из родного города А говорю скорее про вот разнообразие, да, diversity Добавьте как можно больше разных людей в свою жизнь Не бойтесь, они боятся вас ровно настолько же, насколько вы боитесь их Но именно вот это вот разнообразие в итоге тоже сделает вас гораздо более интересным человеком И последнее, наверное, самое болезненное Не врите себе про свою исключительность Мне кажется, этот пункт во многом оправдывает меня с этим видосом И он в каком-то смысле даже самый полезный Все-таки уникальных людей по пальцам пересчитать И говоря об их уникальности Как правило, имеется в виду какая-то вполне конкретная сфера В которой они достигли каких-то успехов Зачастую это вообще стечение обстоятельств Которые, ну вот, поставили их на пьедестал почему-то Как я условно от того, что просто категорически не хотел идти на обычную работу Теперь вот, блядь, лидер мнений При том, что, ну, чем я это заслужил Кроме, опять же, всего вышеописанного в этом видосе Так вот, эта исключительность ваша Она ни в коем случае не должна быть для вас поводом Становиться высокомерным в отношении других То есть тут тоже я говорю какими-то общими фразами Которые даже не совсем с моим личным опытом соотносятся Но мне кажется, вот, из песни «Дайте танка» «А не говно ли я? А не говно ли я? Почаще спрашивай себя самого» Это важнейший фактор роста И все-таки оценивание своих поступков Чтобы за них потом было минимально стыдно впоследствии И опять же, если приходя там в компанию своих друзей Общаясь с ними какое-то время Вы понимаете, что вы среди них просто Леонардо да Винчи То это скорее плохая новость про ваш круг общения И я сейчас вот отторобанив почти час Ну, съемка, по крайней мере, столько длилась Непрерывного пиздежа Про то, как становиться интересней Понимаю, что я во многом, в принципе, всю свою деятельность этому посвятил Мне вот всегда было интересно Делиться чем-то настолько оригинальным Чтобы вот люди, узнав об этом Сильно расширили свое представление о каком-то вопросе Будь то стрит-арт, будь то музыка, будь то все остальное В итоге это со мной часто злую шутку играет Потому что вот снимаешь про что-то непопулярное И в итоге рекламодатели Такие нахер ты нам нужен Но, чуваки, хочу вам сообщить Что, во-первых, вот много других роликов на канале именно этому посвящены Во-вторых, в телеграм-канале у меня сейчас выходят вот такие вот красивущие посты Тоже каждый раз про суперинтересные какие-то локальные штуки Поэтому зайдите почитать Будет действительно для вас развитие в очень специфических областях Если вы хотите еще и поддержать канал Еще и глубже погрузиться во все это То я делюсь своими находками в музыке, кинище, книжках, клипах И всем остальном в своем закрытом паблике Который называется Тайник Сейна А своими ежедневными находками, новыми проектами Я делюсь в закрытом ТГ-чате Фокус группа Сейна Вход в паблик 5 баксов через Патреон 350 вроде рублей через Бусти Вход в чатик В два раза дороже там или там Собственно, опускает вас фокус группу Сейнов Которой я вот делюсь всяким И еще и скидываю на зацен Свои какие-то новые проектики Кроме этого, у меня есть очень красивый Инстаграм И я уже устал перечислять свои соцсети Спасибо, что досмотрели ролик до этого момента Вы мои самые ценные зрители Надеюсь, вы подписались на канал Спасибо, что досмотрел Ты знаешь, где кнопка подписки А! Субтитры сделал DimaTorzok